МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». За прошедшую неделю с 15 по 18 июня сотрудники надзорного ведомства провели 35 проверок. За неделю прокуроры приняли участие в 312 судебных заседаниях по гражданским, уголовным и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 353 обращения граждан и юридических лиц. Прокуратура Гагаринского района утвердила обвинительное заключение в отношении Севастопольца 1994 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, части 4 статьи 132 УК РФ, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенной в отношении лица недостигшего 14-летнего возраста. Органом предварительного следствия установлено, что в июне 2020 года мужчина начал переписку в социальной сети ВКонтакте с несовершеннолетней 2008 года рождения. Преследуя злой умысел, получил от школьницы фотографию в нижнем белье. После чего потребовал прислать более откровенные фото интимного характера, начав шантажировать несовершеннолетнюю тем, что распространит ранее полученные фото иным пользователям социальной сети. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Нахимовского района провела проверку реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Севастополя. Два полностью расселенных здания, улица Истомина 45 и 47, должны были быть снесены еще до 1 января 2017 года. Однако, как установили следователи, этого не сделано до сих пор. Кроме того, не ограничен доступ в указанные строения, что является нарушением прав граждан в сфере антитеррористической, пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности. Вследствие аварийного состояния жилые дома грозят обрушением, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. В связи с этим прокуратурой Нахимовский районный суд направлено исковое заявление об организации обеспечения сноса аварийных домов. Рассмотрение иска находится на контроле надзорного ведомства. Прокуратура Балаклавского района в судебном порядке добилась проведения закупки медицинского оборудования для фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Решить вопрос удалось в ходе проверки Севастопольской городской больницы номер 9, за которыми и были закреплены ФАПы. Установлено, что Севастопольская городская больница номер 9 имеет в своем составе структурные подразделения – фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в селе Передовое и Первомайске, которые в нарушении требований приказа Министерства здравоохранения номер 543 от 15 мая 2012 года не были оснащены необходимым медицинским оборудованием. В связи с чем прокурор Балаклавского района предъявил в суд исковое заявление к Севастопольской городской больнице номер 9 и Севастопольский медицинский склад номер 1043 с требованием подать заявку на приобретение и провести закупку необходимого медицинского оборудования. Балаклавский районный суд Севастополя согласился с требованиями прокурора и удовлетворил иск в полном объеме. Судебное решение в законную силу пока не вступило. Севастопольская программа